Всем привет! Long time no see. Меня так давно не было, потому что я решил побольше ботать, поменьше снимать. Но тут таки добрался, наконец, до видеокамеры. Значит, по порядку. Про подготовку. Моя подготовка сейчас несколько отличалась от того, что я заявил в прошлом видео, мне кажется, в лучшую сторону. Главное отличие в том, что мне с другими ребятами удалось собрать группу людей, которые готовятся к собеседованию. Нагуглить кучу задач из предыдущих лет, из интервью, кроме того, аналогичные олимпиадные задачи, и все вместе их прорешать. Для меня эффект в этом был огромный, потому что я мог учиться у ребят, которые гораздо лучше меня в этом соображают. Но надеюсь, что я тоже был полезен ребятам, и теперь, если пройду, если вместе пройдем, сможем вместе решать задачи и шадовские тоже. Что еще успел сделать? Еще успел почитать алгоритмы Кормана, успел прочитать еще раз линейную алгебру. В планах теперь повторить теорию вероятностей, повторить матан и прорешать листки компьютер-сайенс-вышки по теории вероятностей. Она у меня слабовато. И думаю, что это должно хватить. Надеюсь. Посмотрим. По поводу формата интервью. Опять же, на интервью я не был ни разу, но судя по тому, что я нашел в интернете, а пишут про это много, Происходит следующее. Заходите в аудиторию, в которой уже сидит энное количество преподавателей, то есть интервьюеров, и эн помножить на к количество студентов, которые проходят интервью. То есть это достаточно большая группа. Каждому выдает вопросы в зависимости от того, насколько хорошо написал экзамен. Есть три типа списков так называемых вопросов. Красный, зеленый и желтый. Другого только в порядке. Зеленый – это человек, который решил шесть и более задач на экзамене. С ним просто беседуют о жизни, говорят, что это классно, отпускают и, скорее всего, уже возьмут. Желтый список – это люди, которые решили от четырех до пяти задач. Им дают, соответственно, две задачки на интервью, смотрят, как они решают. И красный список – это ребята, кому повезло меньше всего на экзамене, в том числе я, который решил от двух до трех задач, я три решил. Им дают четыре задачи на интервью. Дают задачи по всем четырех темам. Теория вероятности, Линал, Матан, алгоритмы. Иногда дают две теории вероятности, не одного алгоритма. Макс Бабенко, конечно, всегда дает алгоритмы. Получается такая большая группа людей, сидящих в одной аудитории, и внимание интервьюера, конечно, очень сильно рассеяно. Это говорит о том, что, когда ты отвечаешь на мотивационные вопросы, нужно будет очень четко, быстро по делу разговаривать, а не сидеть и болтать с интервьюером, как часто бывает на собеседованиях, например, в разных компаниях. Поэтому сейчас расскажу, как я бы отвечал на вопросы, постараюсь быть суперкратким. Скорее всего, мне это не выйдет, поэтому после этого видео я еще потренируюсь, и скорее и на интервью расскажу, наверное, получше. Ну, посмотрим. Ваши комментарии очень welcome, буду рад, если что-то напишете и поделитесь мыслями. Первый вопрос. Расскажи о себе. Закончил МГИМО, экономику, три года работал в Макинзе, а сейчас предприниматель. Знанием по математике обязан олимпиадам по математике в школе, спортивному программированию, технической магистратуре в Италии и первому году аспирантуры по экономике в США, курсом Эндрюэн-Джи и Воронцова по машинному обучению и 500 часам подготовки к ШАДу. Интересует применение анализа данных в образовании, если более конкретно, задачей НЛП по анализу поведения людей. Например, как оценить прогресс людей в образовании на основе данных видео, аудиозаписи, занятий. Либо как выявить смысловое содержание ответа людей на открытые вопросы. Либо оценить характеристики работника на основе его, опять же, аудио-видеозаписи и поведения на какой-нибудь образовательной платформе. Я знаю, что люблю заниматься математикой, потому что еще со школы с удовольствием занимался олимпиадными задачами, зная какое-то, может быть, удовольствие, когда ты пять часов или даже несколько дней решаешь какую-то задачу, и тут на, она приходит, и ты видишь ответ, и говоришь, блин, как это здорово. Потом я пошел в МГИМО, думая, что в МГИМО у меня будет и много математики, и международных отношений, но оказалось не так, было просто много международных отношений. Потом я пошел в магистратуру итальянскую, зная, что она технически сложная, что МГИМОшники с ней не справляются и вылетают, и именно поэтому я хотел на нее пойти и заниматься там математикой. Ну и потом, последние два с половиной-три месяца, я потратил 500 часов, порядка 500 часов на подготовку к шаду, но очевидно, что если бы мне это не нравилось, я бы столько времени не потратил. Есть ли опыт по машинному обучению? Опыт по машинному обучению небольшой, но есть. Во-первых, это задачи регрессии по эконометрике еще в магистратуре по экономике. Во-вторых, это курсы Эндрю Инджи Воронцова по машинному обучению. В-третьих, участие в командных акатонах, в двух акатонах, которые мы даже выиграли, по машинному обучению. Думаю, что дальше будет больше, поэтому и душа. Да, были. Во-первых, командные всеросы по программированию в 2005-2006 годах, и, во-вторых, пара акатонов в прошлом году, в этом году по машинному обучению. Понемногу пишу на питоне, на ар, на джаваскрипт, но на самом деле язык не так важен, как задача, которую ты решаешь. Если ты понимаешь, что нужно написать и как, то выбрать язык и написать на языке, мне кажется, уже не так сложно. Собственно, чтобы понять, что писать и как, я иду сейчас в шаг, поскольку там я этому научусь. А учить языки программирования я могу и самостоятельно на той же курсаре. Как я сделал с питоном. Зачем тебе шат? Тут есть две причины – рациональная и психологическая. Рациональная причина я хочу освоить на достаточно хорошем уровне приемы и методы анализа данных, чтобы потом использовать их для решения задач по NLP – анализу поведения людей в нашем проекте. Психологическая причина, во-первых, в том, что мне нравится математику решать в компании умных людей, а во-вторых, я хочу доказать себе самому, что я могу быть технарем, несмотря на свой гуманитарный бэкграунд. Почему ты думаешь, что справишься? Во-первых, я прошел через техническую магистратуру первый год аспирантуры в США, где было очень много дедлайн, это сложные задания, и как-то я справился, даже достаточно хороший балл получил. Во-вторых, я прошел через McKinsey, где мне пришлось научиться управлять своего временем гораздо лучше, чем в магистратуре, поскольку дедлайны там гораздо жестче. Ну и кроме того, у меня много друзей-технарей, в том числе мой младший брат, которые помогут мне разобраться, если я вдруг что-то не понимаю, мне нужна помощь. И я не боюсь просить эту помощь. Где найду время? Ну, во-первых, делегирую больше задач в рамках своей команды. К счастью, у меня очень крутая команда, и я не боюсь это сделать. Во-вторых, буду стараться эффективно использовать время в рамках шада уже. Если, например, столкнусь с какой-то задачей, которую не могу решить, буду решать ее вместе с другими ребятами, что у меня лучше всего получается, как в рамках группы студентов шадовских, так и в рамках моих друзей, уже программистов-технарей. Ну и, в-третьих, я думаю, здесь мне поможет мой опыт тайм-менеджмента еще с американской аспирантурой и огромный опыт тайм-менеджмента из McKinsey. Какое направление интересует? Это вопрос десятый. Меня интересуют скорее конкретные курсы, нежели конкретные направления, а именно алгоритмы, машинное обучение, глубинное обучение, обучение с подкреплением, обработка текстов. Лучше всего эти курсы вмещают в себя направление Computer Science, поэтому оно как раз меня и интересует. Но в целом я понимаю, что в первом семестре, скорее всего, у меня появятся новые знания, новая информация по поводу этих курсов, и я могу поменять решение. Я готов это сделать, если в этом будет необходимость. Что после шада? После шада планирую внедрять полученные знания по машинному обучению в рамках образовательных проектов у нас в компании. И здесь мне понадобится знание как самому писать какой-то код и что-то внедрять, так и работать с командой инженеров, которые будут внедрять уже более мощные вещи, чем те, что могу сделать я сам. Ну вот как-то так относительно вопросов по мотивации. В этом видео я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь своим мнением по поводу моих мотивационных вопросов, что понравилось, что не понравилось, как можно сделать лучше, поскольку это реально может помочь мне на предстоящем собеседовании в пятницу. Поэтому, пожалуйста, делитесь своими мыслями в комментариях. Буду рад со всеми обсудить и буду каждому благодарен. Ну а пока ждем собеседования. Все, до связи! Субтитры создавал DimaTorzok